Днем 22 мая на улице Гоголя напротив дома 22-1 на Галину Никитину напал грабитель. Неизвестный выхватил из ее рук сумку, в которой находились личные документы, банковская карта, паспорт и 2000 рублей наличными. Грабитель действовал молниеносно, подбежал к женщине сзади, внезапно вырвал у нее сумку из рук и скрылся за углом дома. Сотовый телефон находился в кармане куртки потерпевшей и спустя некоторое время она сообщила о произошедшем в полицию по номеру 02. Позвонив в полицию, речь у меня была сбивчивая, непонятная. Женщина, которая принимала мою жалобу, очень с пониманием отнеслась, она подробно меня расспросила. Я рассказала о приметах, так как я видела преступника только со спины. Дежурный офицер полиции уточнил у пострадавшей описание похищенной сумки и приметы злоумышленника. На розыск подозреваемого были немедленно направлены все наряды патрульно-постовой службы, курирующие в районе места преступления. Патрульные проанализировали основные направления, по которым мог попытаться скрыться преступник и обследовали эти улицы. Благодаря самоотверженности, мужеству и оперативно слаженным действиям грабителя задержали на улице Островского спустя 10 минут после того, как на него поступила ориентировка. Героем задержания стал сотрудник патрульно-постовой службы лейтенант Сергей Мехков. Когда сотрудники патрульно-постовой службы получили приметы подозреваемого, один из патрулей обнаружил похожего человека на улице Островского напротив дома 30 дробь 9. Подойдя к нему, мы попросили предъявить документы, на что он ответил отказом. Стал вести себя агрессивно, нервничать и попытался скрыться. К нему были применены физические силы и специальные средства, после чего данное лицо было доставлено в отдел полиции, где в присутствии понятых при проведении личного досмотра у него были обнаружены предметы и денежные средства, которые были похищены у потерпевшей. После задержания полицейские выяснили, что нападавшим был 33-летний житель Рязани, который был неоднократно судим за разбой, грабеж и кражи. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 «Грабеж». Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.